Готовы узнать, как превратить скучный серый мир в интересную яркую анимацию? Тогда садитесь поудобнее и приготовьтесь внимательно слушать. Ведь сегодня команда Animation School расскажет вам о том, за что все так любят анимацию, а точнее о десятом принципе анимации — преувеличении. Давайте посмотрим правде в глаза. Движение человека не всегда самое интересное, за чем можно наблюдать. Но если в обычной жизни это нормальная ситуация, то в анимации непростительная. Ведь те законы физики, которые успешно существуют в реальном мире и которые необходимо учитывать аниматорам, недостаточно для создания яркого и запоминающегося мультфильма. Поэтому аниматоры выработали свой специальный рецепт анимационной яичницы с беконом. Возьмите за основу физику из реальной жизни, приправьте ее преувеличениями и получите нечто гораздо более увлекательное, чем то, что видите каждый день. Такая последовательность привносит харизму, благодаря которой анимация и становится любимой сердцу. Преувеличение — это намеренное стилистическое укрупнение масштабов предметов или явлений. Например, когда персонаж наносит кому-то удар и отводит руку назад перед ударом, его кулак может увеличиться на первых кадрах. Или вместо того, чтобы просто упасть после сильного удара, персонаж может отлететь на несколько верст. Иногда такой дополнительный акцент просто необходим, чтобы зритель поверил в силу персонажа в условиях 2D и 3D мира. Вы удивитесь, но вы уже мельком сталкивались с преувеличением в наших предыдущих роликах про анимационные принципы. Например, когда мы говорили о явно измененных изгибах тела, сквоша и стрейча, тайминге, замедлении хода и выхода. А все потому, что преувеличение — это принцип, применяемый в дополнение к другим для того, чтобы их улучшить. Вдохнуть в них больше жизни. Преувеличение позволяет вам раздвигать границы дозволенного, и вы сами решаете, будут ли ваши персонажи казаться зрителям более реалистичными или более мультяшными. Однако только когда аниматор может заявить, что он умеет работать с позами и силуэтом, расположением в кадре, понимает основы их взаимодействия друг с другом, он по-настоящему может творить и экспериментировать. Поэтому, если вы еще не смотрели наши ролики про другие принципы анимации, скорее переходите по ссылкам в описании и смотрите. После чего возвращайтесь, так просмотр принесет больше пользы. Ну а мы продолжаем. Давайте ненадолго вернемся во времена Уолта Диснея и посмотрим на то, какую идею изначально закладывали в этот принцип. Тогда преувеличение было про то, чтобы оставаться верным реальности, но предоставлять ее в более дикой экспериментальной форме. И хотя соблюдение баланса аспектов все еще актуально, в современной анимации иногда допускается очевидное изменение физических особенностей персонажа. Например, при создании сверхъестественного мира. Преувеличивая движение персонажа, вы привносите больше смысла в его действия, и подойти к этому можно с разных сторон. Например, изменить время появления персонажа или затянуть сцену. Да, мы сейчас говорим про эксперименты с таймингом. Скорее всего, это последний принцип, о преувеличении которого вы могли подумать. А зря, внимательно присмотритесь, к примеру, прыжка на экране. Не кажется ли вам, что что-то явно пошло не так? И вот что. На примере слегка преувеличены позы, но вот тайминг остался неизменно верным реальности. Из-за этого анимация кажется скучной. Что исправит ситуацию? Ответ напрашивается сам. Изменить тайминг. Меняем время взлета и приземления. И что получаем? Зритель сразу улавливает вес персонажа, на которого действует сила тяжести. Удивительно, как такая простая манипуляция преображает анимацию. Говоря о более ярких играх с преувеличением, сразу вспоминается сквош и стрейч. Когда ваш персонаж сжимается калачиком, а затем вытягивается в длину, он генерирует энергию. И именно она является ключом к преувеличению. Чем больше преувеличение, тем ярче и выразительнее сквош и стрейчинг. Очень важно здесь следить за пропорциями и не улетать в крайности. Например, как это показано в мультфильме «Рапунцель». Посмотрите на голову Флинна. Для того, чтобы показать удар, аниматор преувеличил сквош и стрейчинг. И, заметьте, на полной скорости такая деталь не выбивается из видеоряда, но при этом украшает сцену. Преувеличение стейджинга может помочь прояснить повествование кадра, например, за счет увеличения или уменьшения количества негативного пространства вокруг персонажа. Например, так, как это сделано в мультфильме «Ральф». Хотя мы видим толпу персонажей, сидящих вплотную, их взгляды направлены на Ральфа. И вокруг него достаточно негативного пространства. В сочетании с контрастом цветов стен и пола это выделяет главного героя. А преувеличенно сжатая поза помогает нам легко считать неловкость и отчаяние. Вторичное действие по своему смыслу усиливает основное, но стоит добавить и ему преувеличение, как перед нами предстает не просто анимационный объект, а оживший персонаж. Однако наиболее цепляющие варианты преувеличения — это арки. Все наши движения совершаются по дуге, поэтому их преувеличение отрывает зрителя от реальности и переносит в другой мир — мир анимации. Совсем как в работах Райана Вудварда. Это пример того, каким захватывающим может быть перемещение из точки А в точку Б при правильном преувеличении. А как же начинающему аниматору подступиться к этому принципу? Рассмотрим на примере. Предположим, вам нужно изобразить то, как человек в страхе оборачивается и смотрит назад. Первое, что вам нужно сделать после того, как вы нарисуете стандартную позу, — это подумать о чувствах и мыслях персонажа, какая история породила сцену. Затем на основе этого поэкспериментируйте с позой, преувеличьте ее. Продолжайте постепенно добавлять какие-то детали и видоизменять положение персонажа, пока не будете довольны получившейся картинкой. То же самое, но самостоятельно, сделайте с персонажем, просматривающим каналы по ТВ. Как персонаж мог бы реагировать на разные программы? Получившиеся работы присылайте к нам на почту. Если работ наберется достаточно много, мы обязательно сделаем с ними видеоролик. И для того, чтобы справиться с этим заданием, наилучшим образом мы подготовили для вас парочку советов. Первый из них касается передачи натяжения. Для того, чтобы справиться с этим, вам необходимо подумать о том, какие движения свойственны человеку в таком состоянии и какие мышцы в это время задействованы. Если в данной ситуации вы пошли по пути преувеличения скорости, сведите к минимуму спейсинг и выделите крошечные паузы между второстепенными жестами. Это усилит ощущение напряженности. Наложите это на другие едва заметные движения, такие как метание взгляда, и в результате многослойные скоростные ритмы придадут вам фантастическое напряжение и усилят ощущение быстрых мыслительных процессов. Когда вам необходимо изобразить грустного, вялого или больного персонажа, сконцентрируйтесь на том, чтобы показать, мышцы преувеличены расслабленными и тяжелыми. И через второстепенные действия и жесты покажите, что персонаж едва ли в состоянии их выполнить. Преувеличьте ощущение веса из-за медленного времени, выкрутите силу гравитации на максимум, сведите движение к минимуму и задайте медленные перекрывающиеся ритмы между частями тела. Даже моргание должно происходить медленно. Пересматривайте сцену по несколько раз, отмечайте неприятные глазу моменты и всегда помните о зрителе. Задавайте себе вопросы. Улавливает зритель происходящее? Понятно ли передана мысль? Помните, вы художник. Вы не просто копируете движения по референсу в жизни. Вы должны видеть, что, где и как может быть преувеличено. А выработать в себе этот навык помогут курсы Animation School, которые без преувеличения способны дать вам всю самую необходимую базу. Наши опытные преподаватели не только расскажут и покажут, как делать правильно, но и проведут вас по всему пути обучения от начала и до конца, попутно прорабатывая неминуемые, но исправимые ошибки. Что ж, на этом у нас все. Увидимся в следующих роликах. Пока!